С детворою у экранов соберемся в выходной. Здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Привет, моя маленькая компания. Привет, Стелла и Алиса. Привет! Привет! Девчонки, хочу спросить у вас, любите ли вы радио? Конечно, Вероника, мы очень любим слушать радио. А что любите слушать больше всего? Я чаще всего слушаю радио Лидер ФМ. У нас в машине оно постоянно включено. Я больше всего слушаю радио по дороге в школу. Я очень люблю слушать гороскопы. Я не случайно вас спросила об этом, потому что на этой неделе отмечали очень классный праздник Всемирный день радио. А поздравления принимали в сети, чья работа как-то связана с радио. И мы, кстати, тоже. Откройте секрет нашей маленькой компании. Как вы связаны с радио? Вероника, я расскажу. Каждый будний день на радиостанции выходит утренняя рубрика. В ней дети загадывают слова, а задача взрослых их отгадать. Так вот, среди тех, кто загадывает слова, и мы, ведущие маленькой компании. Я, Алиса и Айла. Порой вы загадываете такие сложные слова, что взрослым нужно хорошенько подумать, прежде чем отгадать. Перед праздником Стелла побывала в радиостудии. И сейчас познакомят нас с теми, чьи голоса мы слышим каждый день из радиоприемников. Классно, давайте смотреть. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Привет, моя маленькая компания и всех любителей слушать радио. Поздравляю с праздником Всемирным Днем Радио. Я решила узнать, чьи мы голоса ежедневно слышим в эфире. А сейчас мы отправляемся в самое сердце радио, в радиостудию. Попав в студию, Стелла решила не упускать возможность и сразу же пополнить галерею своего телефона снимком с ведущим радиолидера ФМ. С интересом наблюдала за тем, как ведущие радио работают в эфире. Девочке было интересно все. Как выбирают тему, о которой говорят, для чего надевают наушники, как музыка попадает в эфир, куда поступают СМС от радиослушателей. Но больше всего Стеллу заинтересовал вот этот пульт. От количества кнопок у нее разбегались глаза. Неужели взрослые помнят, что и когда нужно нажимать? У вас тут столько кнопочек. Как вы понимаете, что нажимать? Действительно, Стелла, кнопочек у нас очень много. Это специальный звуковой пульт, который необходим для того, чтобы транслировать музыку в эфир. Но не стоит этих кнопок бояться. Пользуемся мы не всеми. Вот, посмотри, эти кнопки отвечают за микрофоны. Вот эта кнопочка отвечает за музыку, которую мы слышим в эфире. Хочешь попробовать? Конечно. Тогда смело нажимай. Поздравляю, теперь тебя слышит весь город. Ого, как круто. Зажигательная музыка, приятная компания и любящие радиослушатели, которые то и дело присылают в эфир свои сообщения с приветами или ответами на вопросы. Все это Стелле очень понравилось. Девочка даже задумалась, может, когда вырастет, станет не теле, а радиоведущей. Может, когда я вырасту, я тоже сюда приду работать. Что для этого нужно? Конечно, приходи. Я буду очень рад, если ты пополнишь нашу компанию. А для того, чтобы попасть на радио, во-первых, нужно желание, а во-вторых, нужно много-много учиться и много работать. Потому что работа радиоведущего непростая, как кажется, с первого взгляда. Действительно, это лишь на первый взгляд кажется, что радиоведущий просто нажимает кнопочки и говорит то, что хочет. На самом деле, это далеко не так. Радиоведущий должен иметь широкий кругозор, знать последние новости, отлично ориентироваться в музыке, иметь хорошую дикцию. А главное, всегда быть в отличном настроении, чтобы передавать его радиослушателям. А что делать, если у вас голос пропал? Действительно, и такое случается. Тогда мы стараемся меньше разговаривать и больше работать в записи. Но таких ситуаций, на самом деле, очень мало. Стелла поняла, чтобы оказаться в этой студии, надо много учиться, трудиться, и все обязательно получится. Пока девочка лишь в начале пути. Каждый день по будням на радио выходит игра, где участие принимают ведущие программы для маленькой компании. Стелле стало интересно, активно ли принимают участие в игре радиослушатели. А игра, в которой мы участвуем, пользуется популярностью? Конечно, ее очень-очень любят все взрослые. Кстати, если вы не знали, каждое утро у нас проводится игра, которую ведут ведущие маленькой компании. Дети загадывают для вас самые простые слова самым сложным и непонятным детским языком. А ваша задача – отгадать, что же они имели в виду. Первый, чье сообщение попадает к нам на станцию, выигрывает приз. Но мы все ответы держим в секрете. Игра, участие в которой принимают наши ведущие, выходит в эфир «Лидер ФМ» в записи. А вот в прямом эфире Стелла никогда не была. Но девочка знает – это очень ответственная работа. Здесь нет права на ошибку. Стелла, сейчас у тебя есть уникальная возможность побыть немного радиоведущей. Хочешь? Конечно, хочу. Ну, тогда давай выходить в прямой эфир. Вот и продолжается наш дневной эфир. Мы всем желаем хорошего дня. Конечно, вставайтесь на волнах. «Лидер ФМ». Для первого раза вышло отлично. А главное, нашей ведущей очень понравилось. Теперь Стелла Моисеевич уж точно не забудет о Всемирном Дне Радио. Кто знает, возможно, через несколько лет он станет профессиональным праздником девочки. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Помимо Дня Радио, на этой неделе отмечали еще один очень вкусный праздник – День Блинов. Вы любите блины? Ну, иногда можно и блины. Я обожаю блины со сгущенкой, джемом, вареньем и медом. И не откажусь от блинчиков с ветчиной и сыром. Подружка нашей маленькой компании Арина не просто любит блины, но еще очень любит их готовить. Ух ты! Прилагаю отправиться к ней в гости. С удовольствием. Все ответы на вопросы только маленькой компании. В семье Арины Острейка блины – любимое блюдо всех домочадцев. Их готовит бабушка Арина и мама. Раз в неделю блины обязательно есть в семейном меню. Арина обожает это блюдо, а поэтому тщательно следит за процессом приготовления. И сама мечтает научиться выпекать ароматные, румяные и вкусные блины. Девочке всего пять лет, но она уже с удовольствием принимает участие в кулинарном процессе. Сначала вместе с мамой готовит продукты, затем смешивает все ингредиенты. Выпекать блины самостоятельно Арина еще не может, но мама разрешает девочке наливать тесто на сковородку. Сюда, там где пусто наливай. Половится. Нашей маленькой компанией Арина рассказала, в их семье всегда самые вкусные блины. Таких вы не попробуете ни в одном кафе или ресторане. А все потому, что у хозяек семьи Острейка есть свой блинный секрет. Открыть его полностью девочка не согласилась, но все же кое-что рассказала. Чтобы блины были вкуснее всех, надо в их добавлять все белорусское. Муку, соду, молоко, яйца. И обязательно все это готовить с любовью. Когда я вырасту, я хочу научиться делать блины для своих родителей и для моей сестренки. По воскресеньям, когда Арина с мамой пекут блины, по дому распространяется их аромат. Он настолько притягательный, что даже кот Знайка заинтересовывается таким угощением. В выходной за столом собирается вся семья. Возле стопки золотистых блинов различные начинки. Арина и ее младшая сестренка любят сладкие блины и с удовольствием едят их с вареньем и черной смородины. Вообще же, Арина знает множество начинок для блинов. А еще мечтает научиться печь запеканку из них и блинный торт. У нас часто пекут блины, потому что я их люблю очень сильно. И можно кушать с вареньем, со сметанкой, с медом, со сгущёнкой, с мясом и с творогом. Совсем скоро все мы будем провожать зиму. Традиционно прощаются с ней праздником, который называется Масленица. На этот праздник всегда готовят блины. Масленичная неделя будет и в семье Острейка. Начнут ее с классических дрожжевых блинов ажурных, таких, через которые можно буквально видеть насквозь. На смену им придут любимые тончайшие блинчики на молоке и пышные традиционные блины на кефире. После чего Арина с мамой планируют перейти к экспериментам и приготовить сытные блины на простокваши с картофелем и овсяные блины без пшеничной муки. А в выходные приготовить сладкую творожную запеканку с блинами и праздничный блинный торт. Арина надеется, что их кулинарные шедевры попробуют друзья и родные. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Сейчас мой очеред рассказывать про еще один необычный праздник. И он связан с книгами. Ничего не понимаю. Причем книги к празднику. Международный день дарения книг отмечали на этой неделе. Любите ли вы читать? Я научилась читать только в прошлом году, но сразу же полюбила чтение. Читаю с огромным удовольствием и интересом. Я научилась читать в 4 года. Я очень люблю читать разные книги. Расскажите мне свои любимые книжки. Какая она? Моя любимая книга «Обуратино». Эта сказка мне нравится интересными приключениями, которые происходили с главным героем «Обуратино». А еще она очень, что злые и подлые люди, как Карабас Барабас, никогда не добьются успеха, если будут плохо относиться к тем, кто рядом. А моя любимая книга называется «Коты боись. Лебитва за лес». Ее мне посоветовала купить подруга. Но там очень много разных книг в этой серии. Но почему-то я решила выбрать именно эту книгу, и она мне очень нравится. Мальчишки и девчонки из Литского дошкольного центра развития ребенка номер один тоже любят книги. Они еще не все умеют читать, но с удовольствием слушают, когда им читают взрослые. А еще дети очень часто приносят в детский сад книжки и дарят детскому саду. Эта неделя не стала исключением. Давайте смотреть. «Все ответы на вопросы только маленькой компании». «Я хочу подарить детскому саду книгу про пароходы. В ней можно много чего узнать. Я думаю, детям понравится». Елисей Абрамовский в день дарения книг решил подарить своей любимой группе дошкольного центра развития ребенка номер один любимую книжку. Нашей маленькой компании мальчик рассказал, ее он знает от начала и до конца, а некоторые из страниц может пересказать по памяти. Говорит, решил поделиться интересной книгой и с друзьями в детском саду. Елисей признается, эта книга будет особенно интересна мальчишкам, ведь там много полезной и интересной информации о кораблях. Мальчик не единственный, кто принес в этот день подарок. Библиотеку группы детского сада пополнили книгами и другие ребята. «Я сегодня подарил книгу «Путешествие о странах». Я подарил книгу детскому саду сказки. В этой книге много сказок о животных, много красочных рисунков, много иллюстраций». Старшие воспитанники дошкольного центра развития ребенка номер один обожают книги. В их группе есть небольшая, зато своя библиотека. Тут сказки, рассказы, стихи, потешки. Каждый может найти то, что ему нравится больше всего. Особенно детям по душе, когда им читает воспитатель. Они усаживаются полукругом и затаив дыхание, слушают увлекательные истории. После отвечают на вопросы, пересказывают услышанное. Рассуждают о поступках героев, фантазируют. Больше всего этим дошколятам нравится слушать сказки. И у каждого есть своя любимая. Моя любимая сказка «Снежная королева». Мне очень нравятся сказки Пушкина, особенно о рыбаке и рыбке. «Золотая рыбка» в этой сказке исполняла все желания. Моя любимая книга «Сутеев. Кораблик». Она нравится мне, потому что она интересная, смешная. Моя любимая книга «Красная шапочка». Она очень интересная. Моя любимая книга «Пеппи. Длинный чулок». Потому что там девочка рассказывает про свою жизнь. В библиотеке группы книги всегда в свободном доступе. Можно взять любую и рассматривать картинки вместе с друзьями. Некоторые из дошколят уже умеют читать и читают книги друг к другу. Воспитатели рассказали детям, что книги дают возможность домыслить или дофантазировать. Они учат размышлять, развивают креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно. Чтобы дети размышляли, думали, чтобы им было интересно. Чтобы в книжах дети узнали очень много чего нового. Книги надо читать, чтобы быть умным и чтобы с тобой все восхищались. Чтобы узнавать что-то нового. В день дарения книг библиотека старшей группы Лицкого дошкольного центра развития ребенка номер один пополнилась сразу несколькими экземплярами. Нашей маленькой компанией дети открыли секрет. Книги помогают попасть в совершенно другой мир. Увлекательный, красочный, интересный. Который может подарить массу сюрпризов. Поэтому дарите друг другу книги. Читайте и совершайте увлекательное путешествие по их красочным страницам. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Спасибо Стелла, спасибо Алиса, мне и я думаю друзьям нашей маленькой компании очень запомнились ваши истории. Если у вас есть интересная история, коллекция или прикольное домашнее животное, обязательно сообщите нам. Обязательно пишите в инстаграм Лиду ТВ. Мы расскажем о вас всей нашей маленькой компании. Ну что ж, а сейчас настало время прощаться с мальчишками и девчонками ровно на неделю. До следующей субботы. Пока-пока! Субботы.